Не знаю, что мы сделали в прошлый раз. В отъездах еще раз разобрали и уточнили все главные характеристики приматов когруха, а в частности обезьян, поподробнее. С этим сделали бинокулярность, пунктный мост, зароса потомства, знаковая система, языки. Вторых, поразбирались с отличием мартышкообразных от человекообразных разные стратегии работы с пищевым объектом. Одни движутся по лесу на четвереньках, а другие раскачиваются на руках. И разобрались с одной из очень важных конструкций теоретической биологии, как и даже стратегиями. И вот на этой базе сегодня попробуем разбираться непосредственно с проблемой происхождения наших предков. Ну и первый мой вопрос к вам. Придумывать можно все, что угодно. А какие факты есть, говорящие о том, что факты фактические материалы, что раньше существовали другие животные, раньше горы занимали одни места, а на месте современных роднин были моря, и климаты были другие. Может, это все придумка? Какие факты говорят о том, что прошлое в земле отличается от современности? Прошу вас, что какие вы говорите? Останки. Останки. Ну, а вообще, что с остатками живых существ бывает? Ну, хорошо. Там, я не знаю, я выбросил яблоко на улицу. Яблоко это живое существует? Нет, останки. Хорошо. Через некоторое время яблоко во что превратится? В остатки яблока. Чего начнет? Разлажаться. Разлажаться. Хорошо, я пришел через год на то место, куда я выбросил яблоко. Там будут какие-нибудь его остатки? Сгнился. Они сгниют полностью. Даже с останками животных есть некоторая проблема. Ну, а как это не динозавр? Простите, это не останки. Это называется иначе. Угу. Ну, и как? А чтобы организм не раздражался после смерти, нужно, чтобы не было любого кислорода. Значит, это должно быть либо где-то в болотах, либо в воде. Болково. Болково, действительно. Но даже в этих условиях, когда гниение практически остановлено, все равно процессы разложения пройдут. Вот то, что мы видим с вами, не является останками живых существ. Ни разу. А что можно видеть, допустим, в палеонтологическом музее? Кстати, кто не был, я не рекомендую, обязательно сходите. Один из интереснейших музеев в Москве. Да, прошу. На что замещение? Биологические ткани при выполнении целого ряда условий действительно замещаются. На что? Минеральная соль. Никаких костей динозавров ни разу не находили. Находили что? Находили камни по форме с водей, повторяющие кость динозавров. Давным-давно прошло полное замещение органического вещества на неорганическое. Потому что на самом деле, в том числе, например, в логическом музее, лежат куски песчанника, пакита, куски силикатных пород и так далее, которые приобрели форму остатка живого существа, который в этом месте находился. Как называется этот процесс? У него название свое. Ну, конечно, окаменелости находят. Не останки, а окаменелости. Собственно, мунифицированные остатки иногда находят, но это крайне легкий случай, и касаются только относительно небольших периодов времени. Некоторых идеальных, подчеркиваю, идеальных условий. Можно, известно, мунифицированные остатки с возрастом всего 1-1,5 миллиона лет. Это очень мало, это смешно. В таком случае может произойти не окаменевание, а именно останки сохраниться в течение такого времени. Болото, первый вариант был на основе, верно. Есть целиком болото, а второй случай еще интереснее, еще реже. В местах с вулканической активностью из земли вырываются места, и от них не только, там, лава, газы вулканические, а иногда раскаленные битумы, смолы, а иногда горный воск, азокерит. Хорошо. И вот известная такая штука в Чехии, если я не вру, где-то в Центральной Европе, в Восточной Градейской музее, откопали линзу азокерита. В свое время там была просто здоровая азокеритная лужа, в которую провалились шерстиственные сороки. И вот эти ребят сохранились действительно совершенно полностью. Ну, правда, в зокерите, с них слезла вся шерсть. Поэтому они стоят совершенно выслые. Но это реально чучело шерстистых носорогов. А в Питере у нас, в зоологическом музее, стоит чучело мамонта, знаменитый березовский мамонт. Как он умудрился? Там, правда, не миллионы лет, а всего десятка тысяч, но, тем не менее, десять тысяч – это много. А где провалился? Ну, разумеется, в вечном межзлоте консервировался просто. Ну, как у вас в морозильнике. Как такой крупный морозильник. Размер полярной шапки. Среди окаменевших остатков, в том числе ученым, подаются и останки древних приманков. Вопрос, откуда ученые знают, а в какое время жил то или иное существо, это называется вопрос датирования остатков. Вот с этим профессионально с вами будет разбираться Кирилл Юрьевич Исков, который, начиная со следующей недели, перехватывает у меня остатки. Он профессиональный полярной шапки занимается как раз окаменевшими атаками. Палеоарахнуитол, то есть занимается древними пауками. Продолжение следует...